Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать композицию с зефиром Машмелло. Это сделать очень просто и выглядит она очень эффектно. Для этого нам потребуется стеклянная ваза, круглая, достаточно широкая, сами зефиринки Машмелло, цветы, в данном случае я взяла кустовую хоризонтему двух видов, гвоздику нежную, которая дублирует цвет зефира. Также нам нужен будет анкор и я уже подготовила основу для композиции. Это пиафлор, который я прикрепила к другой более узкой вазе на анкор скотч. Для начала сделаем нашу конструкцию. Для этого берем крупную вазу, и вставляем в нее более узкую по диаметру вазу, ровно в центр. Сейчас образовавшиеся углубления мы будем заполнять зефиром. Зефир можете заменить на все что угодно, это могут быть шарики ММ Дэнса или любые леденцы, любимые Ваши конфеты. Мы аккуратно обложили все по кругу и сейчас заполним пиафлор цветами. Для этого нам необходимо подрезать цветы до нужной длины. Я не буду делать слишком высокую композицию, поэтому цветы обрезаю достаточно коротко. Не забывайте очищать все цветы от листочков. Мы делаем обычную круглую композицию, расставляя наши цветы достаточно симметрично по всей поверхности пиафлора. Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно заполняем весь наш пиафлор, формируя шапку из цветов. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Гвоздики можно помочь раскрыться. Руками распушите соцветия и вставьте в композицию. Для того, чтобы соединить верх и низ композиции на шпажке, прикрепите оставшийся зефир. Вот такие вот заготовки. На шпажки мы надели Marshmallow и сейчас добавим их в саму композицию. Заполните пустоты оставшимися цветами и зефиром. Так вы придадите композиции наиболее шикарный и пышный вид. Вот такая летняя сладкая композиция у нас получилась. Обязательно повторите ее. Спасибо за внимание.